Здравствуйте, с вами снова я, Ксения Клесниченко, программист компании BI Consult. Сегодня мы с вами будем выполнять задание шестого дня марафона по кликсенсу от Data Yoga. Начнем мы с выполнения корпоративных заданий и закончим выполнением душевных заданий. Ну, давайте, вот мне открыт Клитексенс. Предлагаю начать снова с просмотра модели данных. Мы понимали, что вот здесь у нас в принципе в приложении то есть. Мы видим, что у нас есть единственная табличка, на которой есть поля «Месяц. Магазин. Продукт. Продажа. План. Продаж». Собственно говоря, вы это и сами можете увидеть, повторить у себя. Наше первое задание – это создать линейчатую диаграмму по продажам с измерением магазин. И необходимо отсортировать ее по продажам. Мы начнем с создания нового листа. Назовем его «Лист номер один». И, естественно, нажимаем «Изменить». Выбираем диаграмму. И начинаем с того, что строим обычную линейчатую диаграмму. В качестве измерения у нас должен быть магазин. А в качестве меры мы выберем то, что мы считаем – это продажи. Естественно, они у нас суммируются. У ребят из Data Yoga данная диаграмма, насколько я помню, горизонтальная. Мы выбираем «Вид», «Горизонтальная». Выбираем «Метки». И еще нам необходимо сортировать по продажам. Мы выбираем не автоматическую сортировку, а сортировку по выражению. Можно по возрастанию от самого маленького к самому большому. Можно по убыванию от самого большого к самому маленькому. И пишем функцию. Мы видим, у нас теперь идут по убыванию магазины 2, 4, 3 и 5. И чтобы у нас было похоже, мы выбираем здесь «Метку продажи». «Формат чисел» выбираем «Числовой». Ну и, конечно же, лучше без сотых долей. Также вы можете на осях выбрать, надо вам показывать метки и заголовок или не надо. Вы показываете только метки или вы показываете еще и заголовок, что у вас указано, что это магазин. Ну, очевидно, что там всем уже и так понятно, что это магазин, поэтому мы убираем метку заголовок. Открываем ось OX и тоже можем убрать. Можем убрать там, оставить только метки, да? Или вообще полностью все убрать, и так будет понятно. Следующая задача – создать диаграмму по продажам с измерением магазин и продукт. Отсортировать его по продажам. Вид диаграммы «Линейчатый» с накоплением «Стопка». Мы снова выбираем обычную диаграмму. Добавляем туда поля. Какие у нас поля? Магазин и продукт. Так, измерение «Магазин», «Продукт». Ну, соответственно, в качестве меры у нас будет продажа. Мы выбираем вид «Стопкой», «Горизонтальный». Обращаю внимание, что здесь есть такое замечание, как то, что необходимо сделать диаграмму с накоплением. Мы к этому вопросу вернемся. Так, здесь нужно снова сделать сортировку. Сортировку магазинов по сумме продаж. Снова у нас меняется. И здесь мы тоже выбираем наличие меток с подписями, чтобы они выглядели не как 6, 5, 35, 5, 12, а чтобы мы видели точные цифры. Мы выбираем формат чисел числовой. Вот так вот. То, что я попросила обратить ваше внимание на то, что они сказали про необходимость применения модификатора, и в данной диаграмме он отсутствует. Попробуйте скопировать эту диаграмму. Я вам просто покажу, что будет, если мы поставим диаграмму, да? Поставим модификатор. Вы сейчас увидите, да? Что здесь, наверное, так даже будет виднее, да? Что цифры очень сильно изменились. Они стали 10, 20, 15, 4 миллиона. Я меняю сортировку в магазине по алфавиту. По возрастанию. И то же самое делаю вот с... Так. То же самое я сделаю здесь. Во второй диаграмме я меняю тип сортировки. Она идет по возрастанию. Она идет по возрастанию по алфавиту. Остальные я отключаю. Мы видим, как у нас снова отсортировались магазины. Первый, второй, третий, четвертый. Вы... В данном случае хотелось бы обратить ваше внимание, что применение, на мой взгляд, да? Применение накопления некорректно, да? Что такое накопление? Как оно фактически работает здесь, на цифрах? Если вы сложите суммы магазина первого и второго, 4,669 и 5,350, то вы получите 10 миллионов 20. Если вы сложите суммы... Ох! Фильтр применился. Если вы сложите суммы первого и второго магазина и третьего, то получится 15 миллионов. А сумма по всем четырем магазинам, 4,669,5,350,5,121 и 5,124 в сумме дадут 20 миллионов 265 тысяч 695. То есть, в данном случае применение накопления не совсем корректно. Тем не менее, само по себе накопление используется в разных других случаях. В данном случае мы что делаем? Мы удаляем вторую табличку, да? Возвращаем в нормальное состояние наши данные. Выбираем сортировку в магазине не по алфавиту, а по выражению, которое у нас уже применено. Только по убыванию от самого большого к самому маленькому. Давайте создадим комбинированную диаграмму выполнения плана по месяцам. Для факта и плана используем линии для процента выполнения до плана полосы. Мы берем комбинированную диаграмму, растягиваем ее. Измерения у нас идут по месяцам. В качестве меры обращаю внимание, что нам нужно не процент плана, а процент до его выполнения. Сам план это у нас соотношение суммы продаж к сумме плана. А процент до плана это разница 100% и выполненного процента. Ну, либо в нашей ситуации разница между единицей и долей выполнения. Мы берем, переводим это в формат процента и получаем процент. Подписываем, что это процент до выполнения плана. Так, теперь мы добавляем план продаж и продажи. План продаж с суммой и продажи. Тоже сумма. Ой. Переименовываем их. План продаж в план. Продажи в продаже. Ну, что мы здесь можем показывать легенду, можем не показывать. Ну, я думаю, что все-таки надо показывать легенду, да? Потому что кто же иначе разберется, что у нас здесь за линии. Так, открываем, раскрываем ось Y. Так, мы идем в представление. Показываем точки диаграммы обеих. Мы идем в представление. Выбираем показать точки диаграммы. Выбираем метки точек, да? Метки полос. И напоминаю, да, что все зависит от того, какой у нас формат выбран. Вот здесь у нас показывается 1,8 миллиона. Ну, если мы применим, потому что у нас идет автоматический формат. Да, если мы применим числовой формат, у нас будет показываться несколько иначе. Но если мы вернем автоматически, цифры будут такими. Так. Далее. Переходим к четвертому пункту. Создаем новый лист. Называем его лист номер 2. И открываем его. Пункт четвертый. Создайте диаграмму с возможностью переключать измерение магазин-продукт и переключаем мерами продажи процентов выполнения плана. Мы выбираем обычную диаграмму. В качестве измерения у нас, ну, например, выбираем магазин. В качестве меры выбираем, например, продажи. Ну, вроде все, как мы хотели. Да. Теперь. Продажи. Продажи. Продажи мы обозначаем словом продажи. А теперь мы берем и добавляем альтернативную меру. Да. У нас применены. А теперь добавляем альтернативную меру. Да. У нас уже есть мера продажи. Теперь берем план. Тоже суммируем его. А теперь добавляем еще одну альтернативную меру. Это у нас будет соотношение продаж. Соотношение к плану. Назваем его процент. Так. И нам необходимо альтернативное измерение добавить. Магазин у нас уже есть. Добавляем продукт. Упс. А я ошиблась. Я в полосу эту добавила. Продукт. Мы нажимаем кнопочку готово. И что мы видим? Мы можем выбрать магазин. Можем выбрать продукт. Можем продажи. Можем план. Можем процент выполнения. Давайте причешем нашу диаграмму. Так. Что мы делаем? Мы наверное снова сортируем. Сортировка у нас идет, например, по продажам. Так. Так. Добавим подписи данных. Кстати, здесь тоже можно вертикальную, можно горизонтальную. Можно вертикальную, можно горизонтальную. Добавляем метки значений. Выбираем, что мы оставляем. Ну, собственно говоря, данные тоже мы формируем. Угу. Продукты. Так. Нам нужно поправить в мерах формат чисел до числа. В обоих случаях. Точнее, во всех трех. Так. Проценты у нас должны быть в процентах. Обращаю внимание, да? Иначе мы в лужу сядем. И обычную меру мы тоже применяем как число. А, кстати, давайте оставим две десятых, да? Будет наглядно видно, как в зависимости от того, какой формат применен, будет изменяться отображение, да? Вот здесь мы выбрали число с двумя знаками после запятой, и это не очень удобно отражается. Ох. Мы, кстати, зря убрали в качестве оси. Так. Так. Доголовки-то надо было оставить. Вот мы выбрали продажи, выбрали план, и выбрали процент выполнения плана, да? Совсем по-другому смотрится. Вот по конкретным продуктам, как это все выглядит. Переходим к пятому пункту. Постройте гистограмму для продаж. Берем гистограмму. Добавим, добавляем в поле план продаж. Вот мы видим распределение продаж. Переходим к шестому пункту, который звучит так. Постройте несколько датчиков по выполнению плана. Мы выбираем какой-нибудь датчик. Например, вот такой маленький датчик. Выполнение плана – это соотношение выполненного плана к плану продаж. Определяем объем продаж. Определяем объем продаж. Фактически. Да. Даже записываем. Поставим метку, что это продажи. Идем в вид. В качестве максимального значения мы ставим не 100, а план продаж. его сумма. Угу. Ну, мы построили первый датчик. Второй мы построим очень похожий на него. Прямо таки даже копию. Прямо таки даже копию. Только что мы здесь поиграем с его отображением. Например, мы поставим галочку на «Использовать сегмент». Да. И мы видим, что тот сегмент, который не отображался на предыдущем датчике, сейчас стал отображаться. Вот так. Ну, давайте попробуем построить еще один датчик. Пусть это будет полоска. А теперь еще одну полоску. Видите, как интересно. Она может сама становиться горизонтальной или вертикальной, в зависимости от соотношения сторон. Мы построим горизонтальную. И здесь мы сделаем... Не будем использовать сегмент. Вот так. Последняя задача. На первый лист с визуализациями номер 1, 2, 3 добавьте фильтры по магазину, месяцу и продукту. Возвращаемся на предыдущий лист. Так. Освобождаем немножко места. И добавляем фильтр. Томатер. По магазину. По месяцу. Томатер. По месяцу. И добавляем продукт. Жмем готово. Вот мы видим, что мы можем выбрать. Например, только третий магазин. И видеть, что здесь с выполнением плана. Можем выбрать месяц. Например, июнь 2018 года. Конкретные продукты. Мы видим, что такие же фильтры применились и на втором листе. Мы можем изменять, как нам удобно. Вот так. Ну. Предлагаю перейти к выполнению душевных заданий. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...